Всем привет, ребят! С вами снова Лёха и это новый форматик на моём канале, а именно истории жизни, то, что связывало меня с рисованием и как я вообще выживал раньше. Я думаю, это будет интересно послушать людям, которые тоже занимаются этим же и не знают, что их может поджидать, что им вообще делать и какие приколы могут быть, если ты художник. Ну а перед началом этого небольшая рекламка, ребят. Да, я хочу кушать. Ребята, для того, чтобы стать популярным в Ютубе, ТикТоке и других соцсетях, всем нужен крутой помощник и редактор видео, такой как Wondershare Filmora 10. С новым дополнением Silence Detection очень легко убрать пазы, ненужные звуки и делать звук видео качественным. Добавляем ролик и вырезаем неудачные и ненужные моменты. Быстро и просто по готовым пресетам накладываем фильтры и коррекцию цвета. Сделать видео еще интереснее помогут разнообразные переходы. Используйте анимированный текст и меняйте надпись на свою. Дополнительно улучшить видео помогут разные элементы и музыка из библиотеки. Для редактирования видео на смартфоне вам отлично подойдет Filmora Go. По приятной и выгодной цене вы получите очень простой в использовании и функциональный редактор. Обязательно попробуйте. Скачать и начать пользоваться редактором вы можете по ссылке в описании. Всем желаю успехов! Короче, первая история это со времен 2014 года, когда Леш начал рисовать граффити. Мы с пацанами красили на заброшках. Это 2014-2015 год. И у нас в городе есть достаточно клевская заброшка. Это то ли отчистные, то ли какая-то водокачка. Она достаточно далеко от города, но места там крутые, стенки там крутые. И вот мы собрали красончик, а это как раз таки был мой первый покрас вообще. Да еще и с чуваками. Я не в соло пошел. Стоим мы, короче, красим стеночки. Все классно, все круто. Даже пиво не пьем, потому что мы еще дети, мы молодые. Максимум, что мы делаем, это курим сишки. Стоим, стоим, красим. Вот уже почти доделали стенку. И к нам подходят охранники. Ну, ребят, охранники на заброшках бывают разные, но нам повезло. Мы думали, что нас сейчас там чуть ли не мусора повяжут или еще что-то, но нет. К нам подошли охранники такие. Ой, ребятки, что делаете? Мы стоим, красим. Они посмотрели мой скетчбук, они посмотрели скетчбунг моих кентов и такие, типа, Йоу, прикольно делаете. Ну, ребят, спасибо большое, что тут не пьете. Давайте крастье. Удачи. Вы бы знали, насколько наши эмоции в тот момент были просто дикими, потому что мы думали, что это все. Нас сейчас там отберут красон, отвезут в участок, еще что-нибудь. А мы как бы бедные школьники, и у нас достать нормальную краску в городе, это было просто что-то нереальное. А в крас мы еще на тот момент толком не катались, особенно за краской. Поэтому как-то так. Это была, наверное, самая стрёмная граффити-история, но она закончилась очень хорошо, очень круто. Стенку мы сделали. Это получилось очень плохо, но мне, в принципе, понравилось. Это было прикольно, прикольные эмоции и респект таким охранникам. Вторая история связана как раз-таки со школой. Я думаю, многие люди, которые умели рисовать в школьное время, все время рисовали всякие стен газеты и прочую дичь. У меня было что-то подобное, но немного в другом ключе. Естественно, рисую я еще со школой, и рисую я именно граффити. Да, сейчас я уже мало шрифтов делаю, но в этом видосе вы можете видеть буковки. Ха! Поэтому вот, все время я рисовал в скетчбуках, все время я рисовал на всяких штуках. И вот. Естественно, учителя это замечали, и в основном это замечала учитель английского. И все время, если что-то нужно, какие-то стен газеты, какие-то штуки, Леша рисовал первым. И вот. Настал момент, это был то ли девятый, то ли десятый класс школы. Ко мне подходит мой учитель английского и говорит. Леша, это ты сделал? А я не понял, что сделал? Весь прикол в том, что в этот день в школу утром пришел чел из граффити-тусовки и затегал половину школы. Просто теги висели на окнах, на дверях, где угодно, везде. Ну, а так как, извините, Леша же у нас единственный, кто граффити в школе делает, все подозрения как бы пали на меня. А я сижу и думаю, йоу, этот чувак скилловит меня в миллионы раз, но претензии ко мне. Благо, вся эта история обошлась, все хорошо, меня никто ни в чем не обвинил, и я объяснил, что типа, йоу, нет, я такое не рисую, я такое не делаю. Вот, посмотрите, пожалуйста, мои скетчи, а это не я. Благо, благо, мне повезло с этим. Учителя у меня были понимающие, поняли и сказали, если ты это сделаешь, пиздлей точно отхватишь. Но я такое, в принципе, как-то не очень намеревался делать. Да, мне, в принципе, не очень нравился именно вандальный стиль в граффити, что я хожу, стенки везде тегаю. Не, не прикольно. Мне как-то более нравилось ходить на заброшечки, где я могу спокойно под музычку стоять, красить. Ну, а не забегать в какие-то здания и ставить тэшки. Это не прикольно. Не делайте так! Следующая история приключилась со мной уже во времена того, как я поступил в институт первый раз. А именно в 2016 году я поступил на программиста. Естественно, ни денег, ничего у меня нету, никакой работы. Единственное, что я делал, это рисовал картинки. Учеба мне, в принципе, была неинтересна, потому что я поступил чисто, потому что, вот, я сдал ЕГЭ или как, и такой, ну, блин, пойду на программиста. А я, ну, это не мое, это не мой профиль. Я, типа, более как-то творческий чел, и, ну, не нравится мне все вот это точное, все вот это вот. И, короче, были моменты, когда, ну, естественно, бабок нет, как бы мне никто не пошляет, я элементарно хочу кушать. И я пришел к своим однокрупницам в общагу. И тут мне девчонка говорит, Лех, я хочу холст. А я тогда ток-ток начинал рисовать на холстах, у меня даже не было толком нормального ни акрила, ни нормальных маркеров, ничего. Я рисовал каким-то таким среднячковым акрилом, блики делал, пейнт-маркером белым. Ну, короче, вы сами понимаете, какое качество работ было на тот момент. И вот. Она говорит, Лех, короче, давай так. Я тебя буду кормить месяц, а ты сделаешь мне работу. Ну, естественно, ребят, у меня как бы бабок нет, все деньги, что у меня были, уходили в основном на пиво. Ну, я, естественно, согласился. И да, на тот момент рисовать за еду для меня было, в принципе, в принципе, выгодно и интересно. Потому что, ну, извините, я студент, я в другом городе. Мне элементарно некому прийти и сказать, блядь, дайте, пожалуйста, покушать. Я просто Леша, который рисует картинки, и все. Ну, и вот, я и нарисовал холстик по... Это даже не по аниме, это был мой собственный персонаж. На тот момент это был, конечно, ужас, вообще не персонажа. Но ей очень понравилось. Как я знаю, холст на данный момент все еще ездит с ней. Девчонка уже давно переехала в другой город, но холст все еще у нее. И это было круто. Блин, я месяц хавал нормальную еду. И у меня были деньги, которые были отложены как бы на еду. И я их мог спускать на тусовки. Ну, если это, конечно, можно было назвать тусовками. Поэтому вот. И также еще четвертая мини-история. Это уже про моих как бы друзей из железки. У нас есть такая мадама Як Полинка. И, короче, Полин, если ты это смотришь, отдай пиво. Она тоже просила... Короче, у нас в компании достаточно большое количество художников. Как бы это странно не звучало. Хотя мы изначально просто катались на скейтборде. И как бы мы не собирали какую-то творческую тусовку. Мы были просто мальчиками, которые катаются на досках и тусуются вместе. И вот, Полина решила у всех художников из нашей компании собрать по работе. Я нарисовал какой-то холст. Она его забрала. И все. Но следующий был прикольный от нее заказ. Это, наверное, мой самый первый заказ именно. Так он еще был. За пиво! Я сделал картинку. Если я найду, я ее прикреплю даже. Короче, я сделал этот... Это не холст. Это картон из-под рамки. Это очень прикольная работа. Мне она дико понравилась. Там отсылки почти на всех ребят из нашей тусовки. И она до сих пор висит у нее. Так вот. Оплата мне была несколькими пивасами. Я ждал, пока Полина вернется с Москвы к нам. Чтобы оплатить мне данную работу пивом. Ну и как-то так. Рисовать за пиво и еду. Это круто, ребят. Но сейчас я таким, пожалуй, заниматься не буду. Да и вы не занимайтесь. Потому что все-таки надо ценить себя. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Я думаю, если вам понравился данный формат, то пишите ваши комменты. Ставьте классы. Предлагайте, что вам еще рассказать. Потому что, в принципе, жизнь у меня достаточно насыщенная была на тот момент. Не то, что сейчас. Поэтому как-то так. Еще раз, ребят. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Тыкайте колокольчик. Продвигайте канал. Потому что скоро 100 тысяч. А на 100 тысяч я разыграю кастом на iPad. Поэтому как-то так. Все, ребят. Всем пока. До следующего ролика. А он выйдет уже совсем скоро. С вами был Леха. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok